здравствуйте мои дорогие друзья приветствую вас на канале ксана оксана гудвин винтаж сегодня я продолжаю распаковку загадочных мешочков прошлое видео принесло мне разочарование здесь вы видите броши которые я нашла в прошлом своем мешочке кто не посмотрел видео с моим разочарованием и неудачной покупочкой мешка распаковкой посмотрите много там тоже таких моментов думаю вам будет интересно посмотреть в этот раз мешок сразу скажу не стала покупать дорогой в этот раз поехали рано был выбор было из чего выбрать мешочек не набит так плотно но и увидела несколько вещей которые мне захотелось им получить в свою коллекцию возможно я не ошиблась с этим мешочком прошлый мешок купила дороговато за 25 долларов в этот раз решила не шиковать и купила не скажу что самый дешевый но один из дешевых пакетов стоил мне 10 долларов ну надеюсь что в этот раз нам с вами повезет и что то интересное найдем все по-разному скажу честно я не знаю как строится ценовая политика этих винтажных магазинов ну сколько раз я была в этом магазине столько раз пыталась понять какому принципу они эти мешочки оценивают либо на вес либо количество украшений которые вкладываются в эти мешочки но явно не учитываются я поняла какие-то их ценности да будь то там маркировки или что-то в общем давайте этот мешок разберем сразу высыплю есть украшение и в мешочках ну скажу честно не было такого чтобы что-то меня прям конкретное тут привлекло отодвинем да забыла совсем вам показать еще одну свою покупку из этого же магазина это вот такой колокольчик я люблю коллекционировать различные статуэтки шкатулки и колокольчик вот мне попался купила потому что это ли мож ведь маркировка франция в отличном состоянии ну почему бы не купить обошелся у меня один доллар в общем такая интересная вещица в коллекцию дополнительно попала ну и давайте приступим к разбору украшений так здесь у меня получается два мешочка мешочки оставлю напоследок а сейчас давайте приступим к рассмотрению так это вот такая деталь я часто в такие вещи встречала это пряжка для ремня крючок здесь цепляется сам ремешок и другой частью цепляется за отверстие в конце ремня кристаллы очень красивые стеклянные сверкание просто невероятные разбирать не буду как деталь пусть лежит если возможно понадобится такого плана кристалл для какого-то достойного украшения то на донорство это деталь пойдет так ну и следующее сразу вижу по пара сережек а вот такие серьги это или стекло ли натуральный камень это натуральный камень вижу тут по спилу по дырочке видно такие сети приятно что парочка таком оттенке думаю что стоит приблизить и в при близком рассмотрении вам будет комфортнее рассматривать эти вещицы которые буду доставать из мешочка такие вполне интересные носибельные на сегодняшний день серьги кристаллики смотрю все на месте тоже пусть будет так следующее буду брать по одному следующее это кольцо сразу я запаслась конечно же лупы чтобы рассматривать маркировки нет крупная кристаллы вроде на все на месте здесь черные кристаллы и прозрачные белые что-то прилипло еще к нему померить так на этот палец нет она ну крупная довольно кольцо такое прям шар-шар снять бы в отличном состоянии так следующее что это браслет на резинки на резинках не люблю браслеты мне кажется они более как-то дешево выглядят обычно ничего такого маркировки нет браслет без кристаллов имитация кристалликов нет хотя вот тут вот есть кристаллы такое себе следующий тоже браслетик вот эта куча вся я из этой кучи постепенно буду брать так опять браслет на резинке кристаллы с покрытием аврора бареалис без маркировки но в каких-то волосах украшения такой браслетик себе вполне носибельный тоже на нем останавливаться не буду сразу браслеты буду откладывать отдельно так следующее опять кольцо вот похоже кольцо у меня и есть тоже в таком стиле этническом и это пластик по моему ставки тоже из пластика с регулируемым размером маркировки не вижу боюсь надевать на этот палец чтобы потом не снять все-таки крупные кольца но на этот палец вполне себе такое колечко этническое останавливаться не будем идем дальше так это сережка маркировки тоже нет в хорошем состоянии если будет вторая то вполне себе носибельная такая серьга серьги в эту сторону откладываем так тут следующее кольцо так это кольцо с маркировкой сейчас посмотрим розовый кабошон и маркировка маркировка эйвон с копирайтом я уже в каждом почти видео говорю о том что компания эйвон заказывает свои украшения у известных дизайнеров компаний поэтому качество украшений от эйвон хорошие думаю что это колечко тоже так на этот не подойдет это вполне себе подходит идет к кольцам видите какой лот здесь всего как говорится каждый тварь и попарит так вот такой браслет летний деревянный на резинке с яркими цветами тоже стиле таком бога летненький яркий браслетик вполне себе следующий браслет думаю современные сборка такой браслетик так идем дальше а вижу серьга парная тоже хорошим состояние вот собралась пара уже приятно ну пока вот меня радует думаю что за 10 долларов это прям сам самое то что нужно так что это такое а это вот такой чокер вот такой чокер водопад очень похоже на тонированный натуральный жемчуг по моему так и есть застежка старый они правильно застегнут на перекручена работает не работает все работает такой вполне себе достойный чокер колье красивая с рабочим замочком очень тяжелая холодная красивое украшение так идем дальше дальше вот бусы бусики из натурального камня это перламутр натуральный даже не камень непонятно вот это что за бусина круглая бусина это что тоже что-то тонированное непонятно вот это перламутр с натуральными камнями перемешку здесь колотой а это вот непонятно что так бусы старые натуральная сборка хотя вот эти вот детали думаю что замочек меняли эти оттенок вот этих колец серебряный остальная фурнитура с позолотой замочек старый маркировки нет такие бусики вполне как говорится можно надевать и отдельно и какой-то кулон простите или возможно к ним подобрать так и тут что у нас кольцо но думаю что это даже не кольцо а держатель для шарфа на резинке хотя как и как кольцо может быть себе вполне ну крупная очень здесь что ли нет кристалла сейчас посмотрю нет кристалл есть только он как-то утоплен все кристаллики на месте возможно добавляли кристалл так это что что это похоже на пластик лицит возможно хотя вот стучать ножницами тут как говорится не определить чем бы таким да это пластик ну во всяком случае не натуральный камень но красивая огранка и люцит с такими прожилками имитация натурального какого-то камня закрытый камень маркировки нет такая как говорится свободная форма да ну и следующее кольцо вот такой прям перстень перстень если до износа по залу вернее посеребрение стерто и такой кабошон и жемчужин имитирует что-то такое старинное старое мне он видите огромный перстень на все пальцы он нет практически огромный большой большой очень размер ну как коллекционный экземпляр в коллекцию пойдет будет лежать сам сам кабошон искусственное конечно же мчужина искусственная но в хорошем состоянии если потертости тут так ну и осталось у нас два мешочка вижу тот мешочек который я как говорится возлагаю на который большие надежды оставлю напоследок так что надеюсь что шедевр сегодня получится удачным так а здесь так вот даже до так это вот такая брошь расстегнута вот такая брошь штампованная филигрань с искусственными жемчужинами но жемчужины в хорошем состоянии кстати сама брошь в отличном состоянии вся целенькая и кабошон центральной такой красивый здесь подвесочки такие обратная сторона на джермане похоже и кстати брошь видите она двухслойная не так все просто то есть основная часть и на которой расположена застежка крепится на на вот этот цветок ну и судя по застежке брошь старая возможно относится к пятидесятом немножко нужно поправить саму иглу ну такая старенькая брошь но в отличном состоянии так маркировки на этой броши нет про возраст трудно сказать думаю что это все таки 90 может быть восьмидесятые но что-то вот такое я думаю согласно со мной либо нет когда нет маркировки конечно сложно определить возрастом украшением ну и моя прям любовь говорится ручонки дрожат сердечко забилось и что это такое а это такая великолепная роза у меня есть точно такая же брошь и это то ли три фари то ли 40 в общем сейчас посмотрим узнаем красивое броширование сочетание глянцевого покрытия с матовым чем матовая это не просто покрытие а именно вот такой эффект дает мелкое броширование и роза выпуклая очень такая похожа на натуральную здесь и тут маркировка да есть маркировка да и это три фари очень я рада что есть у меня теперь подружка к моей первой броши думаю что эти две броши в следующем виде возможно я вам покажу если не забуду возможно носить одновременно три фари как правило застежку располагает не по центру а так чтобы ее было эту брошь удобно носить чтобы она не отвисала не оттягивала ткани чтобы она была в закреплен на хорошем состоянии потому что брошь это вот тяжелая не мелкая радости моей нет предела я считаю что за 10 долларов купить вот такую великолепную брошь это большая удача согласны ли вы со мной пишите свои впечатления свои комментарии буду вам очень за это благодарна считаете ли вы покупку сегодняшнюю удачную конечно нашла и ахнула очень довольна именно вот этой находкой всем мира добра и красоты с вами была оксана увидимся в следующем видео всем всего хорошего пока пока